Дарк Соул 2 Дарк Соул 2 Секретная дверь, стенка секретная Но проблема в том, что у меня там уже 9 углей вражды сожжено И этот арбалет не распавнится, потому что он лежал в железном сундуке Что же делать? И многие вики, да, об этом даже и не знают, то есть не на всех вики по игре есть эта информация, где достать второй. Второй можно достать здесь, от двери фароса, но для этого нужно выполнить условия, самое главное условие оффлайн режим. То есть, если вы будете играть по сети в онлайне и пойдете сюда, вас вызовут реальные игроки. Но, чтобы здесь был бот, фантом, да, нужно, во-первых, играть в оффлайне, то есть, например, в стиме взять, врубить автономный режим в стиме. Потом зайти в игру, вам скажут, типа, вот у вас оффлайн режим, оффлайн режим, да, и что вам многое недоступно. И вот именно из-за этого, когда вы оффлайне, на этой локации будет призываться бот. Его нам нужно убить. И фармить, собственно говоря. Что у нас здесь есть? Арбалет, арбалет, очень мало стрел арбалетов. Ну, давайте попробуем убить. Просто здесь у меня еще будет проблема с этим. Так, какое у меня оружие было? У меня была лебарда. Сейчас покажу, что надо делать для этого. Все равно у нас время много в этом выпуске. Вот наша крутая лебарда. 47 килограмм, ну ладно. Для начала, видите, нужно убить. Смотрите, я захожу. Все, идемте убивать. Фантомчик где? Скорее всего, нужно будет юзать костры, как я понимаю. Это как обычно. Сейчас посмотрим. Я уже его один раз убил, у него ничего не выпало. Опять же, да, само собой, там выпадает редко и так далее. Да что ж ты такой меткий, а, сранец. Опа, опа. Все, порубили. Так, ну где же ты, друг мой? Не хочет. Придется иначе. Ну, я уже сказал, да, что на фарме второй будет очень сложно. Но я буду это делать. Скорее всего, нужно будет юзать тогда уголь вражды сюда кидать. И идти сюда. Или здесь уголь работает от другого костра. Давайте мы пройдем к другому костру тогда потихонечку. Вот реально. Пройдем, пока нас никто не призывает. Тем более, мы в оффлайн режиме. То есть, начнем проходить эту локацию, как раз, двери Фарреса. Найдем костер. Вот самый большой минус этой локации, да, это вот вода. Много воды. Просто невозможно ходить нормально. Кстати. Вот если у тебя, видите, уроды, они отравляют. И у них еще есть... Блин. У них еще есть, короче, окаменеясь. Это очень важно. Так, гоу. Давайте еще быстренько пройдем до костра. Но эту локацию, видите, проходить смысла, в принципе, нету никакого. Здесь ничего интересного вообще нет. Просто много ловушек. Эта локация, опять же, мультиплеер. Вот только мультиплеер. Все. Здесь есть один босс, но он тоже абсолютно бесполезный. Смысла в нем нет. Ой, далее его аж отодвинуло. А, я забыл, блин, что он бежает. Один удар. Нормально. У нас еще есть огонь. Сейчас быстренько пройдем. Мне интересно, какой костер работает все-таки. Этот или тот. Скорее всего, первый. Видите, да, попадаем по броне. По броне. И вот это. И равновесие его пошатывается. Ну, вот, например, да. Убьем этого. Кстати, он может сундук сломать. Надо быть осторожным. Это сундук нормальный? Так, сейчас, секунду. С этим оружием я спокойно убью всех. Боссов всех поубиваю. Хочу попробовать все-таки... О, да, да. О, неплохо, неплохо. Хочу попробовать все-таки... Пострелять с арбалетика уже напоследок. Именно с двух. С одного это слишком легко. Тем более, сейчас прокачать на плюс 10. Вообще проблем ноль. Просто ноль. У меня все бесконечно. Душ полно. А что у нас здесь? Обломок, мешок, кость. Смотрите, сейчас мы откроем. Здесь будет ловушка. То есть, там будет просто стоять робот. Я вам покажу, да. В чем вообще смысл. Вот он, смысл весь. Смотрите. Пао. Он больно бьет. Ну-ка. Убьет меня, нет? Они, конечно, не уб... Не, не убил, отдыхай. Нормально. Да, здесь, по-моему, то же самое, скорее всего. Давайте потратим до камушек. Что у нас осталось с камушек? Все-таки много их было у меня. Еще 9 штук. Давайте потратим. Здесь есть в некоторых местах секретки, да. Но в большинстве случаев это просто ловушки для мультиплеера, опять же. Видите, ничего нету. Но это не важно, в принципе. Нам нужен костер. Где-то здесь должен быть костер уже рядом. Так. Дальше будет костер. Зажигаем. Просто откроем, короче, сейчас костер. Я буду... А, мы здесь были, мне запомните, убивали. Я пойду фармить арбалет. Я вам сказал, как его собирать. Ну, это робот. Это вот он включается здесь все вот. Ну, опять же, смысла ноль. Привет, братюня. Если я так сделаю. Был братюня, нет братюня. Так. Так, собираем. Все же здесь и есть. Доспехи водителя. Давайте подкрываем понемножечку. Например, вот эту давайте откроем. Нам просто уже некуда их девать. Абсолютно некуда. Кстати, здесь можно фармить очень много камней. Убивая гиен. О, что-то интересное. О, видите, какой-то плюху нашел секретную. Давай, показывай, что там. Засранчик, а? А, не надо, не убивай. А, все, я жив, да? Магическая стрела. Нафиг вообще не нужна она. Здесь вообще ничего интересного на этого, кажется, нету. Честно сказать, нету. Вот плюха лежит. Большая душа. Ну, давайте эту откроем. Че ж, я ж богатый. Кстати, еще камни фароса можно получать... Ну, я сказал уже, убивая здесь этих крыс, да? Которые воняют. Также можно в Ковенанте крысы. Там, как это называется, Ковенант? Так, сейчас, секунду, я забыл. Ну, вот он. Крысиного короля Ковенант. Там тоже, помните, там... Когда вы локации находите, убиваете, вам дают за это... Вот, камень фароса. Камень фароса. Ну, опять же, никакого смысла не было использовать. Что ж, уэсгел дальше. Гоу, гоу, гоу. Опа. Опа. Вот ты плохо что-то закрываешь, это, сранец. И сейчас вот направо будет у нас здесь проход. Так, осторожно. А здесь у нас что будет? Здесь, наверное, проход заблокируется, да? Эм, а что происходит? Что-то было, но я не знаю, что. Ну, да не важно, вот что нам нужно было. Давайте даже попробуем сходить просто так на босса, но... Проходить его тоже смысла нету. Я хочу лучше пофармить арбалет и пойти уже убить финального босса. Ну, просто проверим. Просто глянем, что да как. Я знаю, что здесь за босс, конечно же. Неприятный босс, честно сказать, неприятный. Давайте мы попробуем все-таки не огонь, а, например, вот это. Вначале там будут... Нет. Молниями мы не будем. Тогда огонь. Молнии нам нужны будут на конечного босса. Сейчас будет много крыс. Вот самая большая проблема. Много-много крыс. Это надо будет заменить, например, на вот это и... И let's go. И сначала надо убить всех этих мразей. Ой, я забыл. Видите? Сначала маленькие, это и вверху большая крыса. Давайте. Если вы в ковенанте крысиного короля, да, то они вас атаковать не будут. Эти будут? Вот, видите, да? Смотрите, все, все, уже почти статус. Блин, ну, это очень сложно, конечно. Ну, можно убить, почему? Ну, сложно, опять же. Вот что-то еще их бьет. А, у меня же еще яд был. Да, да. Так, ну, вот так вот. Но можно сделать, но, я говорю, смысла нету. Давайте попробуем еще раз, ладно. Я хотел просто другой совсем записать. Давайте еще раз так уже подготовимся. Так, у них там окаменелось, но она будет долго, нам нужен... А, у меня еще кольца нету. К отравлению, да? Вот, например, это вот можно сюда поставить. Ладно, сейчас я кольца починю. Ну, что ж, пробуем еще раз. Так, и поставим сюда вот эту бутылочку. Самое главное убить этих мелких тварей. Вот что самое главное. Остальное пофиг. Вот видите, да? Ну, крутись, крутись, крутись. Отлично. Фиг, я думаю, большой. О, ты что, попал по мне, мразь? Тварь. Ну, да, да. Геморройный. Пес геморройный. Живи, детка. Отлично. Жив, жив, жив. А что, надо убить этих тварей? Да. Ну, я говорю, я не буду стараться его убивать. Мне все равно этого босса. Абсолютно бесполезный босс. Не молись, что от него смысла нету. Никакого. Еще эти твари бегают мелкие. Ой, яд, молодец. Молодец. Да все, все, сдох. Ладно, посрать. Короче, я сейчас буду фармить второй лук. Так босс-то вообще легкий. Ёлки-палки. Смотрите, два удара. Ха-ха. Эх, ладно. Как всегда, короче. Сказал, что я не буду, но пошел. Ладно, убивается он очень легко. Я вот сейчас сразу же его убил. Просто надо было подготовиться. Во-первых, смотрите, да? Сразу же я придумал правильно. Огненная буря у нас есть. То есть я взял в заклинание огненная буря вместо... Вместо чего-то. Вместо хилки, по-моему. То есть сразу, когда я выбегаю, они здесь, по-моему, пять собак, да, стоят. Сразу же подходим, жмем. Собаки-агриса подходят, и мы убиваем сразу пятерых. Сразу же убиваем, да? И эта собака такая легкая. Вы видели? Там четыре удара, и она сдохшая. Хотя, я говорю, эта локация абсолютно бесполезная. Это все для мультиплеера. Но все равно, убили еще одного босса. Ладно. Если бы, я говорю, было бы желание, я бы убил его с первого раза. Но я так и относился к этому, ты не знаю, без желания. Это опять же, это доступ вот к этому крысиному королю, да? А какой смысл? Никакого, понимаете? То же самое, что и было там. Забейте просто, ладно. В общем, моя задача, если пойти нафармить арбалет. Пойду фармить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну все, давайте продолжим. Не стал я тратить, короче, свое время, чтобы фармить этот арбалет. Но я скажу, как его нафармить для тех, кто захочет нафармить, да? Во-первых, мы идем в локацию двери Фарреса, да? Во-вторых, выходим из сети. Например, в стиме врубаем автономный режим и заходим в игру. Когда мы первый раз зайдем туда, да? В ту локацию, где мультиплеер. Но его не будет. У нас сети нету, правильно? На нас нападет бот, да? Фантом. У которого два таких арбалета. Есть шанс, что при убийстве выпадет арбалет. Но шанс очень скромный. То есть вам нужно будет итемы поддевать, как я уже сказал. Смотрите дальше. Когда вы его убьете и опять попробуете подойти, его уже не будет, он не будет распавниться. Для этого вам нужно пойти ко второму костру в этой локации. Помните костер, я вам показывал, возле босса? И именно во втором вы сжигаете уголь вражды. И потом опять идете в начало, к первому костру, и опять идете убивать этого фантома. Он будет появляться 12 раз. Просто, просто так. То есть убили костер, убили костер. Без угля. После 12 раза, как и множество крипов, он исчезает. Чтобы сделать, чтобы он опять появился, опять сжигаем уголь вражды у второго костра. И он опять будет появляться 12 раз. То есть, в самом начале он появляется всего лишь один раз, пока вы не сжгете уголь вражды. После него он будет появляться по 12 раз. И у вас будет такой вот арбалет. Который вы сможете потом зачаровать и так далее. Арбалет очень хороший, но я не хочу тратить время, потому что осталось, в принципе, немного пойти просто убить босса финального и профит. Поэтому мы сейчас сделаем следующее. Огненную бурю оставить. Давайте тогда составим доклинание. Потом поставим... Здесь мы поставим хилочку, а здесь поставим вот так вот. Ну, наверное, в СГО можно было бы, конечно, все души использовать там, да? Вот, нам осталось еще одно место. Вот, помните, я говорил про Лю Куэль? Ну, про девушку, это не мог ее зовут? Да, про девушку в маске. Вот. Вы идете в тайный зал, да? Черная расселина. Да, и можно и отсюда вход в черную расселину. И там... Лучше с этого места начинаю. Вот. Со входа. Не отсюда, а со входа. И там, не доходя до того места, где мы прыгали за ключом, где еще были каменные двери, чуть-чуть ближе к этому... к первому костру, да? Там тоже со склона надо будет прыгать. И там будет стоять она. Вы с ней говорите, она вам рассказывает историю, и только потом идите убивать босса в этой локации, которая, это, гниющая. Она вам поможет. Вы призываете ее в фантом, потом она отдаст вам свои итемы. Если это вам интересно, ну, я уже говорил, что итемы там просто бесполезные. Просто бесполезные. У них хорошее сопротивление, в принципе, магии, да, ну... Вы видите, сколько здесь предложений, да, потому что это, в принципе, нелегко. Не знаю, сможем ли мы с первого раза. Давайте не будем загадывать. Делаем... Ой! Что я делаю? Все по привычке. Я привык всем помогать. Так, все, идем. Давайте сначала приготовимся. Что нам для этого нужно? Там сначала будут мечники, то есть это мы убираем. Можно поставить или ХП, или броню себе подрубить. Давайте поставим броню. Повышать физическую свисту при низком уровне здоровья. Хотя у меня брони нет, это что я за бред несу. Вот. Что ж, давайте подхилимся. Фух. Как я помню, если мы убьем первого босса, ну, первого двойного босса, то они потом появляться не будут. Так, нам нужен символ королевы. Символ короля и королевы. Это стоят просто так, они ничего не делают. Давай, братюня. Давай. О, сестрюня. Она оголила. А, нет. Шаналотта. Она сняла капюшон. Да не может быть. Дайте я рассмотрю. Да куда-то, хоть поворачивай свой галбашко и вертись хватит. Вау. Настоящий глаз человеческий. Здесь никаких плюшек, по-моему, нету, насколько я помню. Ну, собственно говоря, это финал. Как не было бы печально, это финал. Прискорбно. Это финал. Слава, бесцельность. Трон желания. Нет, цель всегда есть и должна быть. Это вот такое место, где нужно много-много бежать. Много-много бежать, прыгать, падать. Первый раз попробуем зачаровать оружие, то есть баф наложим молниями. Посмотрим, что у нас получится. Мне интересно. Не совсем лёгкое, конечно, это дело. Ну ладно, глаза боятся, руки делают. Сейчас их будет двое. Одна ловкачка офигенная. То есть там скорость, конечно, нехорошая. А второй мечник. Во, смотрите, мы можем NPC призывать. Да, офигеть, даже двоих NPC. То есть это не люди, это именно боты, видите? Этот мужик, который с синим мечом, в самом начале он сидел возле статуи, да? Этот мужик, которого мы, помните, спасли, вождь Венгар. То есть у которого отрублена голова была, мы его тело потом убили. Это он, по-моему. Ну, как бы то ни было, сначала попробуем сами. А если что, призываем их, всё будет честно. Они задуманы по сценарию, мы используем по сценарию, правильно? Я играю так, как задумали разработчики. Чем я могу ещё себя пробафать? Ничем. Вот они, два упыря. Ну, подожди, не бей, не бейте меня, дяденька, тётенька. Ммм, вкусняшка. Пока я пропускаю все удары. Пу-пу-пу. О-о-о. Хорошенечко продамажил, да, тебя, а? А-а-а. Вот я зря сделал. Как у ней бомбанул паукан. Как у ней взорвался пауканиндзя. О-о-о. Это уже больно. Ладно, видимо, мы призовём бота. Дамаг-то нанести не проблема. Я могу их разрубить с рых ударов. Проблема в том, что их слишком много, и мне тяжело будет драться с ними. Хотя, можно, конечно, убить. Блин, а... Видите, я ещё и криворукий. Тоже не забывайте про это. Угу, да. Все удары принимаем. Всё логично. Тварь тупая. И бежит чемошный. Боли-боли-боли-карасики. У меня уже спал баф. Ну, по одному. Нет. Нет, нет, нет. А, попробуем по-другому. Надо использовать мое преимущество оружия. Нет, не то. Не то преимущество, не то. Преимущество не умирать, а поубивать. Так, подождите, пробуем еще раз. Молодец. Да, красотка. Ахивок-то у нас больше нету. Слишком много я потратил. Слишком много. Ну, видите, ловкость какая у нее. Скорость, да? Да, тяжко, тяжко, конечно. Да срал я на вас, дебилы. Тут ни доспехи, ничего не помогут. Когда вот на вас бегут два инвалида, конечно, тяжело будет выжить. Не, ладно. Все, первый раз у нас не получилось точно, смотрите. Хотя, видите, как я продамаживаю ее. Давай, убивай. Ну, убивай. Что, хп у меня нету больше. Как я буду жить, я не знаю. Посрать. Ну, и что там, попытка. Поменял кольца, немного в другом порядке. Попробуем так. Отражение урона. Но сразу говорю, что босс несложно. Это нет, это ерунда. Просто абсолютно несложно. Самое главное, просто привыкнуть к нему и все. Тем более, их двое. Так, ну-ка. Больно, да, мрази? Больно. Больно. Больно, да? Ах ты, тварь, ну ладно. Еще давай. Нет, ты бей, бей, ты не стесняйся. Давай, давай, все, я сдох. Вот вся логика. Говорил, говорил и сдох. Да, 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 да. До, 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 до. Кстати, их можно легко, знаете, как победить. Ой, есть такой секрет. Может, если вот встать на край, да, они будут бить, замахиваться и упадут вниз. И все, и профит. Ну, видите, я ударил ее. Все. Весь мой удар в ноль. Твари, а? Каждый тварь и по паре. Буль, 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 буль. О, выпил, молодец. Все равно я в плюсе. Помогите, они мне убивают. Кого бить, я не знаю. Надо эту дуру убить, тупой. Я не могу просто даже дойти. Вот, смотрите, все, ударил ее. Окей. Ну, давай, мразь. Ну, давай, тварь. Молодец. Вот, еще. Красавчик. Кстати, я ему урон отражаю. Видите, кольцо работает. Но она работает не постоянно. То есть, она работает там тоже к шансам. Да. Хотя я сначала его ударил, потом передумал. Смысла нету. В принципе, как вариант, пускай они меня бьют. Пускай, пускай. Пускай сами себя будут дамажить и сдохнуть в итоге. Одну убью легко. Но двоих сразу нет. Мне тяжеловато, конечно. Вот видите. Во, попал по нему, кстати. Как ни странно. Ну, давайте. Нулевкая. О, смотрите. Чемошница. Ну, вы видели, да? Просто нулевая. Три удара сделал, ее нет. Нулевая. А если зачарую оружие, он не сильно расстроится? Аааа. Почти. Ну все. А дальше? Видите, она стоит. Она еще не сдохла. Она просто стоять будет. Давай, дедуля. Тебе на пенсию пора. Опа. Нифига себе. А ты так сделал прыжок? Нет, и не вовремя. И фукс. Все, казнил их. А, нулевки. Нули. Хорошо, только начало. Нас сейчас ждет еще одна проблема. Поэтому быстренько меняем кольца. Меняем кольца. Это меняем. Знаете, на какое? На... Вот это. Ослепление. Запомните. Вот именно против этого босса нужно кольцо ослепления. Потому что у вас будет здесь проклятие постоянно. Продолжение следует... Вот так вот. Сейчас она свое говно кастует, да? Которое будет нас проклинать. И отнимать хпшку. Неприятно, неприятно, да. Неприятно мне. Кстати, лучше все знаете, как сделать? Чтобы она к нам подошла. Мой вам совет. Вот, видите? Чтобы она вышла из этой фигни. Вот, видите? Вот так. Опа. Опа. И стоим все время у нее за попой. Она несложный герой. Сейчас может взорваться. Да, взорвалась. Видите, ее пукан бомбанул. Буль-буль. Ой. Ах, почти так. Осторожно, осторожно. Опа. Опа. Ну, возможно, лучше, конечно, использовать грозу. Нежели... Ааа, опять свою парашу кастую. Давайте отойдем сюда, тогда ладно. Камон, бейба, камон. Вот, неприятный скилл, конечно, но ничего страшного. Я тоже умею кастовать. Давай. Давай. Ну что, давай драться. Чудище. Опа. 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 А, все бомбанет. Эйх. Для нас, чтобы она... Беспалела. Задела. Молодец. Молодец, ты все хорошо сделала, красотка. Да, сейчас кастаю вот кастовать свою парашу. А мы со спины её. Раз, два, три. Осторожней, детка, осторожней. Опа и опа. Ну, изи, всё. Фух. Конечно же, сложнее убить этих двоих, да, мудаков, которые с двух сторон обходят, нежели её. Она несложный герой. Нашандра. Взяла и испортила мой внешний вид. Так нельзя. Я должен сесть на трон, будучи человеком. Отхилиться. И напоследок давайте рванём. Фух. Хорошее заклинание. Очень сильно дамажит. Ну, всё. Как и обещал, в этом видео мы прошли всю игру. Убили абсолютно всех боссов Там уж остался один Секретный босс Который от Ковенанта Но это ерунда Убить его тоже можем Но смысла его нет уже убивать Он не по основной сюжетной линии Это как просто дополнительный босс Вот перед нами Сейчас будет построен мост Из голов Гигантов Когда я первый раз играл Я думал что я буду с ними драться Я буду готов в принципе с одного удара Сразу восьмерых завалить Всю жизнь мечтал сесть на каменный трон Смотрите Он сейчас голой из жопы сядет на каменный трон Бедный человек Недолго он так прожил Красиво Смотрите Без доспехов Без всего Кстати у него башмаки почему-то разные Странно Ну и все там он так и остался гнить В чем прикол Почему Не знаю Именно трон Изобразили здесь Почему В чем суть Ну сидел он там всю жизнь Кем он руководил Не знаю Все Дарксоу прудина Давайте я перемотаю титры Это будет долго и скучно Долго Так Фух Ну я надеюсь что скоро титры кончатся Идут они очень долго Уже прошла неделя Ровно неделю идут титры Все Заканчивается Особенность этой игры в том Что Здесь Нету Такого конца Да То есть Как бы да Официальную линию мы прошли там Основную прошли Но игра на этом не обрывается Мы сейчас появимся Возле костра Да Мм Да И собственно говоря Можем делать что хотим Вот мои друзья Познакомьтесь Первый друг Мистер Гроб Второй друг Мистер Гроб Это так называется Тестирование оружия То есть знаете Я бывает тестирую И бывает не рассчитываю немного Но вот Появляются такие гробики Ну как я уже говорил Да Можно помолиться Там 2 500 заплатить Она появится И проблем нету Проблем нету никаких И все Нам это не нужно Давай быстрее Гоу Гоу Все То есть Даже если вы их убьете Ничего страшного не будет Я хотел проверить Одну фигню Подождите У нас есть Око Нет? Я вот не помню Где-то было Око А вот где Скорее всего У нас нету Да нету Ну-ка Давайте посмотрим Что она сделает Вот мне интересно Я вот не помню Она опять откроет Старое место Или вообще Еще одну дверь откроет Вообще я знаю Что здесь Какой-то в игре Есть око Я вот забыл Как это называется Да И суть И суть в том Наверное мы его не подобрали Суть в том Что просто Когда мы к ней подходим Тут будет написано Типа Око шевелится Вы его активируете И там Короче Вам нужно будет убить ее Потому что она предательница Это тоже Такой маленький квест Там ничего такого особенного Нет О давайте мы глянем Что у нас здесь Кстати смотрите У него Помните Загораются костры Да Сейчас я вам покажу И по идее После прохождения Должен быть закрыт сундук Давайте проверим Так это или нет Нет То есть я говорю Это просто не угадать Вообще Когда он открыт Когда он закрыт Так вот смотрите Видите Вот огоньки горят Это вот именно Убитые великие боссы А вот синий огонек Это убитый босс Великий на НГ плюс То есть Здесь горит Именно Паучиха Помните паука Я убивал ее 3 раза Один раз Просто убивал А и 2 раза На НГ плюс И НГ плюс плюс Она больше ничего не скажет Полезного Ну все Давайте тогда уже заканчиваем игру Все я прошел С самого начала До самого конца Может быть мы не выполнили Только малюсенькие квесточки Вот Вот как он там например Это квест Ну максимум там 2 минуты Не более И все А так все абсолютно Мы прошли И заметьте Опять же Да Мы можем сейчас начать НГ плюс Давайте я вам покажу Что такое НГ плюс Просто покажу Мне самому интересно Еще хотелось Вот сказать Про уровень По моему Здесь самый большой уровень В игре разрешенный 860 Ой Не туда Начать путь номер 2 А Он говорит о том Что Вы помогать И вам будут помогать Только те Игроки Которые тоже Начали путь Номер 2 Смотрите Здесь уже Видите Сейчас будет По бокам Агр Сейчас будет По бокам Кребы Которых раньше Не было Вот видите Их раньше не было Никогда Вообще За игру Офига я его убил С одного удара Офига я жесткий Ты должен сдохнуть Запомни Навсегда Опа Изи Бризи Вот такие вот дела Но Мы не будем проходить Сейчас на НГ плюс Смысла никакого нету Я только закончил Наконец-то Ух ты У него 2 стрелы Что ли было Или мне показалось Интересно Мы сейчас просто Подведем Итоги игры НГ плюс Это то же самое Что вы бросаете Уголь в огонь То есть Здесь вся карта Будет НГ плюс То есть Все костры Будут плюс 2 Сейчас будет Также ржавая монетка Правильно Да Очередь не упал Ну ладно Но Мы сейчас не будем Выбирать класс Насколько я помню Ничего не будем Просто Эти моменты будут Пропускаться Опа 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 Кстати Видите Здесь есть В некоторых местах Уникальные юниты Эти были уникальные То есть Их в игре Вообще никогда не было Эм Эм Что-то я забуду Куда я иду А вот Они прыгнули И отвлекся Ну давайте Подведем итоги Короче говоря Что здесь горело Где мое оружие Я вообще вырос Да И детстве играл На РПГ То есть Все детство Практически Я играл Моровин Это РПГ Который просто Такой Прорыв совершил Да Потом Обливиан Скайрим Там Ну и другие игры Которые не РПГшные То есть Я всегда любил РПГ Дарксоу Первый Я не играл Никогда Я по-моему Даже и не видел Я слышал про него Да Это популярная Безусловно Была тема Но Я ни разу Даже не запускал Его Понимаете Я говорю Что этих монстров Лучше всего Убивать со спины Чтобы они Постоянно на вас падали Может это нам Кольцо Которое нам Нафиг не укакалось Ну-ка Что у нас осталось Давайте глянем Кольца все У нас остались Видите Он дал нам Еще одно кольцо Потом Все оружие Осталось Все Щиты Остались Все доспехи Остались Но итемы Не все остались Хотя Смотрите Многое осталось Ну От той метки Которую пропускала Второй зал Ее больше нету Заметьте Вы можете С самого начала Уже зачаровать Какое-нибудь Супероружие Да И все И убивать Ходить Душа Неописуемого Типа Супердуша Возможно Потом оружие Осталось Все это Осталось Доспехи Ключки Наверное Вот Ни одного Ключика Не осталось Видите Самое главное Что стрелы Остались Потом Титанит Остался Конус Левел Но Левел Тоже По идее Остался Да Остался Семидесятый Видите Остался Поэтому я и говорю Что в игре По максимально Восемьсот шестьдесятый То есть Вам еще Долго Это мы Прошли Игру На сто Восьмидесятый И то мы Начинали С дешевого Левела Мы Можете Пройти Игру У вас Максимум Наверное Будет Ну Может быть Двести Пятидесятый Максимум Или Двухсотый Даже Ой Не Двухсотый Двести Пятятый Уровень Я думаю Не больше Потому что Сейчас Будут Стоить Очень Дорого Ну Как я Уже Сказал Да Здесь Будет Подбор Игроков Здесь Плюхи Нету Стать Никакой Там Старая Плюха Здесь Будет Подбор Игроков Который Тоже Играет В НГ Новую Игру Короче НГ2 Блин Я Потерялся Немного Кстати Еще Захотел Заметить Особенность Три Камня Заметьте Три Камушка Я За всю Игру За Эту За Прошу Когда Проходил За Игры Собрал Наверное Шелковистых Камушков Маленьких Больших Плюс Нечто Каменевшее Около Трехсот Наверное Или Больше И Заметьте Ни разу Мне не Выпал Демонический Молот Удача Огромная Удача Или Неудача Он Может Выпасть Даже С маленького Камушка Есть Такой Процент Мне Ни разу Не Выпал Хотя Я Хотел С самого Начала Игры Когда Я играл Поэтому Я Везде Впал В ярость Я Бью Землю Ну и Ладно Я Уже Свою Это Играл Я Хочу Отдохнуть Поэтому Больше Игры Мы В это Играть Не Будем Мы Лучше Кое Во первых Я Хочу Сказать Никогда Не Любил Ну Не Очень Любил Игры От Третьего Лица То есть Когда Вы Смотрите На Человека Мне Не Нравилось Не Удобно Так Я Обожал Всегда От Первого Лица Когда Перед Вами Рука Две Руки Да И Все Как будто Смотрите Глазами Всегда Это Обожал И Поэтому Мне Сначала Было Непривычно Когда Я Начал Играть Само Собой Я Вообще Ничего Не Понимал Как Играть Это Было Так Сложно Когда Я Открыл Эту Фигню Я Вообще Ничего Не Понимал Чего Сделать Надо То То Есть Эта Игра Требует Чего Понимания И Внимательности То Чтобы Вы Ее Осознали Для Этого Нужно Поиграть Некоторое Время Ну И Хотя Б Неделю И Далее Чтобы Прям Все Понять Досконально И Потом Когда Вы Поймете О Заметьте Именно Когда Вы Поймете Всю Суть Игры Она Вас Затянет Если Вы Запустите Не Поймете Ничего Не Захотите Разбираться Она Вам Надо Если Вы Про Нее Забудете Если Вы Начнете Разбираться То Она Вас Так Затянет Потому Что Здесь Огромное Разнообразие Безумно Я Ставлю Этой Игре 10 Из 10 Я Считаю Что Игра Сделана Абсолютно Идеально То Есть Разработчики Я Множество В свое Время Игр Сыграл Множество Я Видел Игр Которые Делали Ради Денег С Нулем Души А Здесь Видите У Меня Здесь 265 Тысяч Души Вложено В Эту Игру Если Серьезно То Разработчики Вложили Душу Именно Душу Они Наверное Они Реализовали Все свои Мечты Свой Мир Реализовали Есть Такие Игроки Которые Прям Обожают Изучать Мир Дарк Соло Прям Вообще Фанятся Прям Все Досконально Изучают То Чей Брат Король Что он Сделал В каком Возрасте Сделал Видите То есть Есть История Вот что Самое Главное И История В любой Игре Самая Важна Это Сюжет Когда я Первый раз Запустил На эту игру Я посмотрел Такую Что это за Графика Такая Игра Четынадцатого Года Ёки-палки Куда я попал Вообще Как удалить Начал открывать Там пуск Панель управления Удаление И потом Что-то Подумал Ну-ка Посмотрю Еще раз Правильно Я просто Видите Раньше Я всегда Препочитал Такую Обычную Графику То есть Я никогда Не гнался За супер Графикой Для меня Графика Не самое Главное Запомните Самое главное Не графика А сюжет Чтобы вас Затягивало Даже не только сюжет А геймплей Тоже Разнообразие Чтобы вы могли Реализовывать Разные тактики Видите Здесь нет Открытого мира Вообще Грубо говоря Это тоже Мне не нравилось То есть Здесь Туннелька Понимаете Здесь ты все время Ходишь по туннелям По прямой Идешь вбок То есть Например Сравнивать Скайримом С Моробином Там Абсолютно Свободный мир Заходил он Перелез Пошел дальше Здесь такого нельзя К сожалению Но все равно Игра 10 из 10 Это шедевр Я знаю Что я прошел Эту игру И она останется Навсегда В моей памяти Понимаете Навсегда Золотая смола А да Смазочка Навсегда Останется Опять же Я вам постарался Показать Все разнообразие Заметьте Я не знаю Были такие другие Обзорчики Или нет Вы видели Сколько я сменил Раскачив За игру Очень много Сколько я сменил Оружия Наверное Штук 8 Минимум Сосуд души Я только перед вами Я использовал Один Или два раза Без вас Я его раз Наверное За это прохождение Сосуд использовал Раз Наверное Двадцать Я просто Его обузил Находил сосуд И использовал Я просто искал Разные раскачки Как я уже говорил Там есть самые сильные Раскачки Там через молнию Там Через гнев бога И так далее Но это слишком легко Это я не хотел Пробовал Там через двойные Клинки Множество оружия Помните Через это Через какое оружие Я играл Давайте посмотрим Пробовал Такие кинжалы Пробовал Когда помните Выбивал Вот этот вот Ассет На судне Через это оружие Пробовали Играли Через это Я сам пробовал Играл Видите Прокаченный Плюс 2 Черный меч Для него нужна была Душа Я ходил Душу добывал По моему Для него нужна была Душа Паука Но не факт Может быть нет Множество оружия Я смотрел Вот этим оружием Пробовал Да все Практически оружие Пробовал Вот Как можно Хорошо Так одеться Вот так Берем Эту плюху Идем Убивать Видите У нас сохранилось Все оружие Это хорошо Конечно Можете идти Нагибать Например Можно взять Какой-нибудь Вот это Я потом сниму Ролик Как я Троллю На Пвп Я это делаю Без вас К сожалению Мне так Угора Прям до слез Реально Я брал Самые большие Оружия Одевал Там всякий Шмот Тупейший Например Вот этот Мой любимый Все покажу Этот вот Вот это вот Доспех Видите ли Гримов Да Вот такая вот И здесь такая Машина смерти Такая Конечно же Шансов убить У тебя было Ноль Из-за твоей скорости Это было так Смешно На На Кстати Эти мартышки Они могут меня запинать У меня кольцо Есть кольцо У меня одето Да Я убью вас Мрази Ненавижу мартышек На Не могу попасть Не могу Просто Ну-ка Если мы одно оружие Уберем Смотрите Зубная щетка И вот так Можете Всю игру Бегать Вот он Кайф Видите Поугарать Кстати Ни в одной Игре Такого нет Что Взял такую Огромную Дубину Положил За спину И она такая Огромная Висит И одна В руке Ни в одной Игре Такого Не видел Ну может В первой части Дарксоу Я не играл Да дайте Мне убить Одну мартышку Ох На Они сейчас Все сагаются На На О еще Одну минусану Молодец Так Осторожно Осторожно О как больно О Видели У меня Сработало Кольцо По моему На Ах ты Мрася Пвп Пвп На 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 Фух Все с горем Пополам Я убил Мартышек Самым сильным Оружием В игре Ну почти Самым Одним Из самых Сильных Оружий Ну ладно Мы сейчас Занимаемся Совсем Не тем Да Я говорю Лучше Я потом Отдельно Сниму Ролик Я выложу В этом же Плейлисте Да Плейлист Дарксоу Два Это Первый Мой Плейлист На этом Канале Наконец-то Я его Закончил Оформлю Как надо Я уже Оформил В принципе И все Там я буду Выкладывать Всякие Отдельные Ролики Пвп Угары И тому Подобное Ну все Как я уже Сказал Да Играешь Эдевр 10 из 10 Я думаю Что многие Кто я проходил Захотят Пройти Еще раз Потому что Я проходил Ее Второй Раз И начинал Много Раз До этого Просто Тестировал Тоже Доходил До середин Потом Заново Начинал Но вот Полностью Второй Раз Зубная Щетка Какая же Самая Матная Ну На Такой На Иди Сюда Пвп Да Не На вас Такой Идет Пвп Ты Гришь Такой Ну Привет Братюня Привет Прыжок Такой И На 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 И все И там Такое Пятно Остается От него Ну все Давайте Пока Обязательно Об этом Запилю Говорю Какой Смешной Видосик Приколов Все Dark Soul 2 Официально По всем документам Пройден От начала И до самого Конца Всем пока Подписывайтесь На канал Смотрите Видосы Я буду еще Записывать Долго Еще Множество Лет Сотен Лет